А что сейчас происходит с дубляжом в России? Как вы смотрите современные фильмы? Ну, изготавливается примитивно. Нанимается переводчик, как правило, какой-то знакомый, студийный, так сказать. Ему платят достаточно небольшие деньги, условных 200 баксов за перевод фильма. То есть, можете представить, за 100 миллионов долларов фильм сняли, сценарист написал гениальный сценарий, режиссер вывернулся наизнанку, там какой-нибудь, я не знаю, Стивен Спилберг что-то сделал, актеры лучшие, Роберты Де Ниры и Аль Пачины и все такое. И за 200 баксов вам это неплохо переведут. Вот он перевел. Как правило, эти люди еще и не любят американское кино. Они считают, что это какой-то низкий жанр. Стараться тут не надо, усилия прикладывать не надо. Ну, вот он перевел. Перевод – вещь специфическая. Вот, опять-таки, не воспримите за хвостовство то, что делаю я. Я текст английский перевел в текст русский, а дальше я его вслух читаю. Человек, который просто пишет текст, он не понимает, как его будут читать вслух. Зачастую, ну, во-первых, русские фразы на 25% длиннее английских. Всегда. На четверть. Соответственно, русский текст надо сократить. Склонностью к афористичности изложения обладает далеко не каждый. Это нужен литературный дар. Почему студии тогда не работают с вами, например? Рассказывают дальше. Потому что вы не хотите за 200 долларов работать. Рассказывают дальше. Где деньги, Липовские? Мы пришли за деньгами, Липовские. Перевел. Отдал дальше режиссеру озвучание. Режиссер озвучания английского языка не знает. Я не знаю режиссеров, которые знают английский язык. Нигде вообще. Он читает русский текст. Сейчас знают, мне кажется, почти все. Это заблуждение. Вот он читает русский текст. Ну да, да. Тут как-то криво, здесь как-то криво. И не зная, о чем говорят в оригинале, он еще бодро все это исправит. После этого режиссер озвучения зовет актеров. Я зову вас, например, и говорю. Вот тут у тебя 25 предложений. Кино вам никто не покажет. Это технически невозможно. Вот по тайм-коду это минута 37 секунд. Я там что-то сам представляю себе. Нет, я объясняю. Этот персонаж примерно вот так говорит. Вот здесь там акцентируй на этом, туда-сюда. Вот сказал, да. А дальше возникают другие проблемы. Я не могу выговорить вот эти три слова подряд. Там согласные, расставленные так, что их не выговорить. Просто потому что переводчик не соображает, как актер говорит. Давай слова переставим. Давай. Говорить проще, а смысл меняется. И в результате вот еще пришло 5 актеров, которые точно так же у этого 10 фраз, у этого 8. Кино они не видели. Они не знают, как эти актеры говорят. Они получают команды от режиссера озвучки. Вот сказали. Потом этот звук приклеили. И вы не поверите, получилось совсем другое кино. Оно просто другое. Не говоря уже о том, что местами вообще не о том. Вот такой дубляж. Друзья, только закадривай. Только.